Добрый день, дорогие инженеры! Я уверен, что вы когда-то видели значок Google Cardboard, который означает на самом деле не только то, что то или иное приложение или видео поддерживает сделанный с картона прибор виртуальной реальности, но и означает на самом деле, по факту, поддержку целого ряда разнообразных устройств, в том числе очков виртуальной реальности французской компании Hamedo, Hamedo Grab. Обо всем этом давайте поговорим сегодня подробнее. Дело в том, что помимо топовых очков виртуальной реальности вроде Hamedo V2, о которых я рассказывал в предыдущем выпуске, есть и целый список очков специальной пометкой «Работает с Google Cardboard», вроде «Граба», о котором я расскажу через пару десятков секунд. Такие очки, помимо получения пионерского значка и сертификата Google, иногда появляются на официальном сайте. Но теперь самое главное. В отличие от пионеров, чтобы получить такой значок, очки должны соответствовать целому ряду требований. Во-первых, в них не должно быть ремня, в них не должно быть никаких настроек, и желательно присутствие вот этой кнопки. Возникает вопрос. Да, Коля? Да и вообще, почему так? Пока, поверьте мне, я постараюсь объяснить это чуть-чуть попозже, а пока я, собственно, начну рассказывать про очки. Давайте уже. Самое главное, в «Грабе» очки идут сразу в шести цветах. Черным, белым, красным, синим, розовым и желтым. И для детей это особый кайф. Это, в принципе, единственный покупатель, который будет рассматривать очки спереди, после того, как мама их уже, само собой, рассмотрела. Но вы не смейтесь, из-за того, что это сертифицированный Гуглом продукт, то под глаза настраиваются телефоны и приложения, а не сами очки. И это идеальный вариант для ребенка. Вы будете со стопроцентной уверенностью утверждать, что если вы дадите «Граб» и телефон детяти, то внутри оно увидит виртуальную реальность, а не расплывчатый, тусклый визит к офтальмологу. Билл-сталки. Или что там они в своих интернетах смотрят? Да что ж такое-то? Сюда пойдем. Пушкинский музей, например. Так как резиночки, которых нет, сами очки и ничего внутри не двигаются, то все это ничего и не весит. Ноль. Двести сорок килограммов. Но вы же понимаете, что в итоге всю эту конструкцию и телефон надо чем-то держать. И я слышал, вы хотели подкачаться к лету. Почему Google запретил использовать резинки в своих устройствах? На этот счет есть несколько вариантов ответов. И ни один из них не официальный. Первый, что якобы если вы держите очки в руке, то меньше двигаетесь и, соответственно, меньше устаете. Второе, то что очки можно быстро снять. Если вам, например, не понравилось. Почему Google сделал так, я даже разбираться не хочу. Могу только сказать, что смотреть видео и играть в простые игры, использовать простые приложения, типа карты звездного неба, лучше без резинки. О, где-то был лев. Но особый кайф, как мне написали в списке прикольных приложений из Франции, это использовать граб в виртуальных музеях и приложениях по изучению чего бы то ни было. Потому что, будем честны, игры для VR сейчас отстают по качеству от той же GTA 3, а в виртуальном музее и приложении по изучению кровотока отстают, собственно, только от реальных музеев и реального изучения кровотока на какой-нибудь кафедре колоногландоскопии. Или что там. А тут, вот, общение между клетками. Раз, и начинаешь изучать. А сами очки удобные, нос не трут и стоит всего 1900 рублей. В итоге, хамедок граб. Это очень простой и легкий способ посмотреть VR-видео или посидеть в каком-нибудь простом виртуальном приложении и, возможно, заинтересовать вас виртуальной реальностью. Меня эта штука вообще заинтриговала прочитать про Google Cardboard и совместимые с ним штуки. То, как можно с помощью QR-кода, просканировав его своим устройством, настроить экран под ваши собственные глаза. Из-за отсутствия настроек, это уж точно идеальный вариант для того, чтобы дети не плакали. Не знаю, почему они у вас плачут, но розовый действует безотказно. В следующем выпуске я обязательно расскажу про оставшиеся в коробке подарков хамедо подарки. С вами был Евгений Зеленов. Пока.